Дорогие болельщики Локомотива, это наша Черкизова Live, Елизавета Беляева, Кирилл Брейда. Мы приветствуем вас. Как вы понимаете, запись этой программы прошла не сегодня. Мы ищем различные варианты, записались заранее, потому что именно заранее мы смогли найти для вас потрясающего гостя, легендарного футболиста Локомотива Дмитрия Синникова, но об этом чуть попозже. Дмитрий Синников расскажет нам о важности чтения традиций, потому что на матч с Томнио наша команда выйдет в ретро-форме. Точно в такой же форме 28 августа 1936 года Локомотив в финальном матче обыграл «Динамо» Тбилиси со счетом 2-0. И это был наш первый трофей. И сейчас, друзья, вашему вниманию промо-ролик, снятый нашим клубным телевидением. В этом промо-ролике мы подробно показываем нашу ретро-форму, а главное рассказываем о том, когда, во сколько и где состоится матч, чтобы вы, друзья, обязательно пришли и поддержали нашу команду. Вот это красные рукава, белые полоса. Форма, конечно, она явно отличалась от формы других футбольных клубов. Вспоминаешь на струны своей юности футбольной, вот этот момент очень приятный. Ну, праздник будет лично для меня, вот то, что выйдут, а не играть в ротофор. Ну, праздник будет лично для меня. Ну что же, как мы и анонсировали ранее в гостях, легендарный железнодорожник Дмитрий Синников. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Дмитрий локомотивец до мозга костей. Даже будучи уроженцем Санкт-Петербурга, воспитанником также петербургского футбола, Дмитрий все равно даже там умудрился найти команду локомотив, и он с нее начал свою клубную профессиональную карьеру. Дмитрий, большое спасибо, что пришли. Только что наши зрители посмотрели замечательный промо-ролик, в котором важен не сколько даже сам матч с Томи, сколько то, что спустя ровно 80 лет локомотив выйдет на игру в тех же майках, в которых в свое время выиграл первый кубок СССР. Как вам эта футболка и внешне, ну и по ощущениям? Ну, футболка очень хорошего качества, немножко, может, плотная. Самое главное, что это очень актуально. Начало чемпионата, первая игра на своем стадионе, и еще такой праздник, день железнодорожника. И сыграть в ретро-форме, можно сказать, в родных цветах, белокрасных, и с паровозом на груди, можно так сказать. Для болельщиков, я думаю, будет приятный сюрприз. И игрокам только остается доказать, что эта форма будет счастливой. Да, и в 36-м году, наверное, тоже была счастливой. Ну и от разговора формы, я думаю, нужно перейти к футболу. Все-таки первый тур прошел, матч с «Зенитом». Какие у вас впечатления об этом матче? Ну, хорошая игра. Мне локомотив, в принципе, понравился. В первую очередь, организации, наверное, игры. Очень все четко в линиях играли. Особенно в обороне вообще претензий нет. Все друг друга понимают, чувствуют. Осталось вот это с прошлого года взаимопонимание. Это очень приятно. Единственное, может быть, не хватило быстрых контратак и какой-то остроты в нападении. Но тут уже все зависело от соперника. «Зенит» не совсем простой соперник, тем более в Питере. И команда очень сильная. Так что очко, взятое на выезде, конечно, оно равноценно победе, наверное. Вот неспроста, наверное, говорили, что когда железнодорожники возглавят локомотив, то и футбол будет самый, что не есть локомотивский, если вспоминать 2000-е годы. Вы узнаете, наверное, футбол очень похожий, нет? Ну да, я когда смотрел эту игру с «Зенитом», мне чем-то напомнило, когда я пришел в команду в 2000-м году, и мы играли против «Спартака». Мы стояли все сзади стеной и ждали своего шанса. И, в принципе, тоже похожая была такая же игра. Единственное, что не хватало быстрого нападающего, который мог убежать в любой момент, выйти один на один и забить, как вот было в нашем локомотиве. И такой острый передач, как от Димы Ласькова. Но организация игры все равно. Мне очень понравился локомотив. Так что надо продолжать в этом же духе. Самое главное – это игровая дисциплина. И постепенно, я думаю, с каждыми играми команда наберет. Будет больше участвовать в атаках. Но все еще, конечно, от соперника зависит. Если соперник будет позволять, то, я думаю, локомотив будет больше преимуществ. Ну вот соперник Томи, она явно будет позволять нам играть первым номером. Готовы ли мы к этой игре? Потому что здесь одной структуры, одной компактности мало будет. Ну, у нас очень много техничных игроков. Я скажу, у нас начинают обороны. И крайние защитники подключаются. И центральные, в принципе, с мячом просто так вперед не бьют. Так что будет, наверное, все-таки инициатива наша. Самое главное в этой ситуации – не заигрываться. Все-таки не идти сломя голову всем вперед. Все-таки нужно быть, как сказать, сконцентрированным, быть внимательным. Потому что Томи может все-таки тоже какой-то шанс своих на контратаках ловить, на стандартах. Поэтому концентрация важна. Но, конечно, с Томи мы должны иметь большое преимущество. Это точно. Ну, а в плане зрелищности, каким, думаете, будет матч? Все-таки у нас с ними количество ничьих и побед, в принципе, почти одинаковое. Будет матч непростой. Первая игра и старт чемпионата. Команды все равно физически готовы. Где-то все одинаково хорошо. Еще не успели устать. И будет все зависит, кто первый забьет. Конечно, хочется, что Локомотив это сделает. И будет какой-то более раскрепощенный футбол. И тогда будет возможность больше играть на атаку. Будут появиться зоны. А так, конечно, если будет счет 0-0, это будет все-таки такой закрытый, осторожный футбол. Надеюсь, да, Локомотив сможет вскрыть оборону. И мы увидим много голов. Кстати говоря, в первом туре чемпионата мы увидели просто ужасно низкое количество голов. Ни одна гостевая команда и вовсе не отличилась. Вот это небольшое количество голов, это что значит? Что может быть только команды после сборов как-то в игровой тонус приходят потихоньку, не рискуют начало чемпионата? Или что? Мы вправе ожидать, что команды будут набирать форму? Ну, не все. Рискуют, может, лидеры. Там стараются больше в атаку играть. Потому что им нужно с первых туров очки зарабатывать. А такие аутсайдеры-середники, они хотят как минимум начать, наверное, свой путь с ничьи. Заработать какие-то хотя бы очки. Поэтому идет такой осторожный футбол. И мы не видим, наверное, такой остроты. Поэтому тот, кто на выезде играет, конечно, больше играет от обороны. Ну вот следующий матч с Томьей, он как раз домашний. Вот вы как футболист. Скажите, какие у вас эмоции после сборов? Начинается чемпионат, первый домашний матч на родном стадионе. Какие чувства? Ну, чувство ожидания. Наконец-то начался чемпионат, закончились эти сборы. Потому что все-таки игроки устают тренироваться. Все-таки нам хочется играть. Футбол для того, чтобы играть, а не тренироваться. Но без тренировочного процесса тоже никак. Чтобы набрать хорошую форму, должны быть эти сборы, тренировки. Все время точить мастерство, передачи и так далее. Так что с прекрасным настроением, я думаю, ребята вступают в этот сезон. И мы, болельщики, будем ждать только побед, наверное. Наверное, когда футболисты тоже приезжают на первые игры домашние, после сборов, то даже за два часа до матча сразу выходят на поле, проверят газон. Наверное, поглядывают тоже на трибуны, собираются ли люди. Ну, конечно. Особенно, когда уже перед игрой выходишь, перед стартом. Ты ищешь своих знакомых на трибуне, машешь ручкой, это вдохновляет. Гимн локомотива играет. Это все заряжает. Естественно, когда ты выходишь при полных трибунах или заполненных хорошо, то, конечно, это дополнительная энергия, которая тебе помогает играть. Потому что ты же играешь... Для себя ты играешь за свое имя, чтобы доказать, что ты хороший игрок. Но кто же тебя смотрит? Тебя смотрят болельщики. В первую очередь ты играешь для них. А Томине что-то конкретное сложно сказать? А Томине, наверное, очень сложно. Но команда стабильно играла в первой лиге. На протяжении нескольких лет, в прошлом году они в плей-офф не смогли выйти. В этот раз они неожиданно обыграли Кубани, вышли. Тоже это заслуживает уважения. Неуступчивая команда, если вообще брать за последние много лет. Всегда с ними как-то тяжело матчи проходят, много ничьих и так далее. Я думаю, конечно, они постараются, приложат все усилия, чтобы как-то отобрать очки по именам. Там особо вроде игроков таких звездных нет. Такая средняя хорошая команда. Кирилл Камбаров, да. А, да, Кирилл Камбаров, да, из знакомых, да. Антон Кончаков сейчас на правах аренды защищает. Но вот в первом туре как раз три мяча Антон пропустил. И команда сыграла не лучшим образом. Вот после того, как спортсмен, подскажите. Если проигрываешь вот с разгромным счетом, ну и совсем все из рук вам плохо. Может быть, с одной стороны форма и не самая лучшая, многое не получается. Но с другой стороны, наверное, идет сверхмотивация, да, проявить себя и как-то оправдаться, что ли. Тут мотивация вообще просто, мне кажется, локомотив. Вот когда выходишь против хорошей команды, в любом случае это мотивация. И Тон будет настраиваться, конечно, ну, очень так усердно. Потому что им нужно, нужно очки зарабатывать, если они хотят выжить, можно сказать, в премьер-лиге. Потому что я думаю, это будет очень сложно. Команда такая, получается, не совсем еще, опыта нету, да, вот за последнее время она... Ну да, ты когда возвращаешься в премьер-лигу, наверное, как-то все по-новому. Да, поэтому, думаю, будет им непросто с локомотивом. Но настрой, конечно, локомотив это ведущая команда, да, она всегда там где-то в лидерах. И сыграть в Москве прилично, отобрать очки, это, конечно, мечтает каждый клуб, каждый игрок. Ну, настрой соперника, это, конечно, хорошо, но главный настрой локомотива, это, как вы правильно сказали, день железнодорожника, это ретро-форма, которая посвящена 80-летию победы в первом Кубке СССР. Ну и просто-напросто это первый домашний матч, и надо выигрывать. Персонально будете особенно кого-то поддерживать? Вот, например, вот матч с «Зенитом» многих... Вот новая волна началась с поддержки Алексея Миранчука, показалось, что и здесь он, наконец, именно ввел игру. Миранчука были хорошие моменты, и видно, что парень хорошо работает с мячом. Ну, естественно, хочется, чтобы кто-то, да, опять, как какая-то загорелась новая звездочка, мы увидели каких-то ярких игроков, моменты побольше создавать, да. Поэтому будем ждать. Я, конечно, буду переживать за всех. Я как защитник, мне, конечно, важно, что вот эта четкость в обороне, там, не знаю, Черлука будет играть, нет, потому что с ним очень слажена оборона «Локомотива». Ну и другие ребята из-за того, что там Дима Тарасова, за Сашу Самедова, там, за Игнатьева тоже переживаю. Просто я с ними играл, с ними тоже, можно сказать, был в «Локомотиве». Поэтому хочу, чтобы они продолжали, как сказать, были лидерами в этом клубе и всем доказывали, что «Локомотив» – это сильная команда и лидер нашего чемпионата. Ну, Игнатьева, кстати, тоже многие выделяли после матча «Зенита». Мы хвалили. Ну, набирают, набирают. Да, Влад набирает, да, он в середине прошлого года пришел. Очень перспективный, хороший парень. И в «Локомотиве», когда он давно был, у него прям видно было. Просто у него там как-то так сложилась карьера, что пришлось перейти в другой клуб. И сейчас он вернулся, видно, что у него очень хорошие данные. Парень готов играть, и видно, что будет прогрессировать. Если будет игровая постоянная практика, то, конечно, он прибавит еще много. Ну что же, подытоживая, надо отметить, что действительно состав сохранен, да, лидеры все остались, это тоже очень важно. У многих столько изменений произошло, что по первым матчам видно, что они не успевают прийти еще как-то вот в себя, что ли, какие-то новые сочетания, познакомиться с ними. У нас тут все понятно. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы была постоянная подпитка из нашего молодежного состава. Тем более, что молодежка золото выиграла в минувшем сезоне, и мы постоянно об этом повторяем. Ну, ребята чемпионы, и странно об этом не говорить. Дмитрий, вы сами по юношам насколько были удачливы? Ну, у меня так в юношестве карьера так странно сложилась, потому что я сначала, ну, я в зенитовской школе воспитывался, просто сразу никуда не попал. Потом уже чуть позже, когда уже начал играть, сначала там в Санкт-Петербургский локомотив, да, потом перешел в ЦСКА, потом уже попал в молодежную сборную, но это уже было последний год-два, когда там было 22 года. Уже такая конечная стадия была, можно сказать, в молодежных сборных. По сути, ну, такого ничего явного я не выигрывал, да, поэтому ничем похвастаться не могу. И поэтому, с одной стороны, я очень рад, что, наконец, дубль локомотива стал чемпионом. Это очень хорошее достижение, все-таки приятно, что прогрессирует молодежь и выигрывает первенство России. Самое главное, что из этой молодежи, чтобы в наш состав, в основном, ребята попадали и не тушевались, а также хорошо играли как за свою команду. Дай бог. Необходимо ребятам понимание, да, что еще они ничего не добились, по сути. Ничего не добились, да, но тут такой психологический еще момент. Я помню, пришел, мне 22 года в ЦСКА, и у меня вот это волнение, оно меня захлестнуло немножко, и много чего не получалось, потому что на фоне других игроков, звезд, я, как молодой парень, немножко так, как бы себя чувствовал некомфортно. Потом уже опять вернувшись в первую лигу, я вернулся в локомотив, уже было более там 23-24 года, уже совсем все по-другому. И как вот тогда справляться с волнением, ваш совет, молодым игрокам? Ну, самое главное, как мне говорили, Дима, ты будешь играть в том случае, если будешь много бегать. Вот я просто бегал, отнимал мячи, старался, вот своим желанием доказывал, да, может, что-то не получалось в плане техническом, там, пас, там, еще что-то, но мне говорят, если ты будешь больше бегать, конечно, я поставлю тебя, ты будешь отнимать мячи, там, многие тренера-то говорили, там, и Гили Ноди, там, и Садылин, и Юрий Семин, чем более опытного, который будет медленнее. А если вы будете одинаковые, конечно, будет играть опытный игрок, и, естественно, на него будут рассчитывать. Так что работоспособностью нужно брать, и желанием огромным, и тогда у молодых ребят будет открыт путь вперед. Да, ну что ж, Дмитрий, прекрасное напутствие, я думаю, что молодые ребята обязательно услышат вас. Но, а мы вам еще раз напоминаем золотые кадры нашей молодежки в прошлом сезоне, лучшие мгновения, радости на поле, в раздевалке, то, что было изначально скрыто от объектива, фото и видеокамер. Сейчас смотрите, а после этого у нас в студии один из героев как раз-таки с золотой медалью. А с вами, Дмитрий, мы прощаемся. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. До новых встреч. Да, до свидания. Минута, и прозвучит финальный свисток, который скажет нам о том, что Локомотив спустя 5 лет стал чемпионом России в молодежном первенстве. Сколько волевых побед было одержано нашими парнями, и вот мы становимся чемпионами. Продолжение следует... Мы чемпионом. Мы чемпионы, мы чемпионы! Я вас поздравляю с этой заслуженной победой, вы на самом деле молодцы. Пускай это только начало, пускай у вас еще будет много таких приятных моментов. Это наша с вами жизнь такая футбольная. Мне с вами, не мне, а нам с вами очень приятно работать. На самом деле вы лучшие. Ну что же, друзья, у нас в студии, как и было обещано ранее, один из героев нашей молодежки, Виктор Фериферов, защитник. Вить, спасибо большое, что пришел, причем пришел не один, а с медалью. Друзья, состоялась церемония награждения долгожданная наших чемпионов из молодежной команды. И, Вить, рассказывай, как эмоции? Положительные. Ну, показывай медаль, не стесняйся, конечно, хочется похвастаться. Ну, самое настоящее золото. Настоящее? Настоящее? Может быть. Эмоции улеглись немного? Все-таки давно выиграли? Конечно, да. Эмоции прошли уже, не те, как были раньше. Твоя первая золотая медаль? Нет, выигрывали еще со своим годом. Всегда входили в тройку на России. Давно это было? Ну, года два-три назад. Ну, когда еще были вы в школах? Да, практически постоянно, друзья. Действительно, 98-й год, один из самых талантливых возрастов за последние годы в «Локомотиве». Вить, какие теперь задачи? Пробиться уже в основной состав, попасть вот сюда вот. Ну, вот что касается еще молодежки, говорят, что остаться на вершине тяжелее, чем туда взобраться. Вот как ты считаешь? Ну, удержаться, конечно, тяжелее. Вот если выиграл первый раз, удержаться тяжелее уже второй раз. Ну что же, не будем вас, друзья, задерживать, не будем задерживать нашего чемпиона. Впереди матч с Томни, первый домашний для нашей команды в нынешнем сезоне. Матч, посвященный также 80-летию нашей победы в Кубке СССР, первом розыгрыше Кубка СССР. Матч в день железнодорожника. Действительно, очень много важных событий. Все мы хотим, чтобы наши парни сегодня победили. Ну, а мы увидимся с вами еще и после матча, поэтому до новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok